2022 год завершился ожиданием дальнейших действий России после запрета экспорта нефти в страны, поддержавшим введение потолка цен на российские энергоресурсы. На рынке уверены, что все самое интересное и интригующее еще впереди в 2023. Зеленая повестка Европейского Союза, как и прогнозировал когда-то Дональд Трамп не оправдал надежд. И лидеры ведущих европейских экономик недавно признались, что все их благополучие и развитие основывалось исключительно на поставках дешевых энергоресурсов из России. Ну а теперь в связи с ситуацией на Украине Соединенные Штаты заставляют европейские страны вводить санкции против России в виде запрета на поставки газа и нефти и ограничивая стоимость поставок, что безусловно вредит в первую очередь самой Европе. Тем временем потребление энергоресурсов снижается также в условиях крайне низкой производственной активности во всем мире. Вследствие программы количественного смягчения банального печатания денег в развитых экономиках инфляция разогналась до многолетних максимумов. К примеру, в Соединенных Штатах цены росли максимальным темпом за последние 42 года, и тогда центральные банки развитых стран были вынуждены принять меры и поднимать размер процентной ставки весьма широкими шагами. А уже высокая ставка, в свою очередь, сулит экономики рецессией, в условиях которой заметно падает потребление энергоресурсов. Да и на рынке учитывают тревожный уровень эпидемиологической угрозы вследствие ситуации в Китае, где после массовых протестов было принято решение ослабить часть ограничений в рамках политики нулевой терпимости к ковиду. А уже сегодня аналогичные протесты начинаются и в Европе. В Амстердаме на улицы вышло порядка 50 тысяч горожан. В такой непростой обстановке на нефтяном рынке отмечается крайне высокий уровень волатильности. Новый год все же начался с бычьим настроением. График цен прорвался выше уровня сопротивления на 84,5 доллара за баррель, и это ведет к перераспределению торговых сил. Рубль при этом сегодня не имеет поддержки со стороны российских трейдеров. В России праздничный день и биржи закрыты, но котировка консолидируется уровнем в 70 рублей за доллар с поддержкой роста цен на нефть. Скорее всего, здесь пока графика останется в ожидании комментариев из Брюсселя или Москвы относительно ответа Кремля на потолок цен на нефть и нефтепродукты из России. Позитив, отмеченный среди трейдеров по золоту, появился слух о том, что мировые центробанки начали скупать золото рекордными темпами с 1967 года. По котировке не сильно заметно, что работают мегакрупные участники рынка. И если слух правдив, то покупки ведутся планомерно маленькими объемами и без резких движений. Наибольшие объемы, как отмечается, покупает Народный банк Китая и Банк России с целью дифферсифицировать золотовалютные резервы и в условиях дедоларизации. На данный момент мы видим, как котировка цен на золото подобралась к верхнему уровню своего прежнего торгового диапазона, удержание выше которого может усилить тренд на удорожание золота.